Здравствуйте, друзья! С вами снова мы, ваши комментаторы Игорь Джеформи, я Денис, 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 Денис. Это я, действительно. И это значит, что нас ждёт ещё один потрясающий матч. Посмотрели мы только что, буквально 15 минут назад закончилось противостояние между Скорпионами и Эпиками. Эпики грандиозно, можно так сказать, вернулись таки в игру. Поздновато немножко, но всё-таки одержали они победу над Скорпами. И сейчас на трибьюте сойдутся у нас Армпрайт и Центурион. И вот тоже заруба-заруба. Армпрайт есть неплохие шансы вернуться. Даже не вернуться, а попасть впервые в топ-4. Кто бы вообще мог подумать об этом в начале нашего турнира, особенно после конца отборочного турнира, где Армпрайт заняли не первое, не второе, даже не третье место. Кстати, какое место я, честно говоря, сейчас не вспомню. Я не помню, в районе шестого, по-моему, или что-то такое. Но в результате их удачной транспортной политики, ой, трансферной политики, простите, вернулся Сейнт Хофф. Однажды он уже участвовал за эту команду. Правда, тогда она называлась по-другому ХП, неважно. И сейчас они, воссоединившимся составом, продолжают громить всех налево и направо. Получается неплохо. Буквально вчера Армпрайт одержали победу над нашими фаворитами турнира. Одним из фаворитов, ол-ин, не смогли противопоставить. Констапов они уже победили. Было. Сейчас уже ол-ин. Да. И игра с нубистами еще впереди. Вот что там будет, кстати, здорово посмотреть. А заходили мы в конференцию Кармпрайт, а русификатор по-прежнему не рабочий. Мы же не знаем, координировались они или... Я должен сказать вам одно. До трансляции еще вчера и позавчера я разговаривал с Сейнт Хоффом, который как раз-таки перешел недавно Кармпрайт. И он мне говорил о том, что он постоянно работает с ребятами над тактикой. И в последние эти минуты перед боем он объяснял, что нужно делать. То есть он говорил, вот были, конечно, моменты и со смехом, но также он говорил, что нужно делать васпам, что нужно делать викингам. Каждому роли распределял. Да, он, именно он, по его словам, распределяет какую-то координацию, стратегию планирует. И он сейчас ведет свою команду, ну, не свою, а команду вперед Армпрайт. Ну и стоит сказать, что Центурионы более чем уверены в своих силах. Когда мы сейчас опять-таки заходили к ним в конференцию, они были даже готовы спорить на 20 миллионов кристаллов, чтобы победа будет за ними. Но у нас есть голосование, смотри, как ровно распределились голоса. Да, четенько. 51% на Армпрайт, 49% на Центурион и практически 50% на 50%. Ну, действительно, команды равны, что тут говорить. Единственная штука в том, что выбрали они трибьют для того, чтобы выяснить между собой отношения. Армпрайт-то уже поиграл на трибьюте. Мы видели их танкующих хантеров по малому мосту, как они их включают. Здорово реализовывали. Активизируют полностью, целиком. И ты знаешь, в начале нашего турнира я бы сказал, что Центурион на голову сильнее. Даже, ну точно. Я бы тебя поддержал. Заняли первое место все-таки в отборочном турнире. А тут, ты знаешь, так я бы отдал предпочтение даже Армпрайт. Ну, Центурион буквально перед этим матчем лишился еще пару хороших игроков, ключевых. ЗН от них ушел. Скорее всего, All In я вчера подглядывал. Смотрел, кто с кем тренируется. Инфа в прямом эфире. И Клан Титан, да, по-моему, покинул? Да, Клан Титан, основной дефер. Не знаю, какие-то разногласия были у ребят, но, как по мне, Клан Титан отлично отрабатывал в дефе. Брали мы его к себе в битву со зрителями, и он держался молодцом. Он прямо сказал, мне не нужны ваши атаки, контр-атаки. Я буду в дефе. И делал там все отлично. Собственно, как и до этого постоянно на картах. Он демонстрировал потрясающую игру в дефе. И корпусом отлично работал, и стрелял здорово. Ну и не зря он какое-то время у нас в топе находился на нашем сайте. Кстати, всю статистику по игрокам вы сможете посмотреть там. В зале славы. Что же, есть у нас начало игры. И посмотрим, давай, сетапы. У Центуриона это три Хантера внезапно. За красных. Тундра. За синих, точнее. Тундра, Саванна и Продиджи. И один ВАС вместе Барса для тыловых заходов. И стандартный Пол и Сейнт Хофф, которые будут пытаться увозить. И есть фанмейкер на ВАСПе. И это, судя по всему, будет отличное просто противостояние. Душа раздирающая, по-другому и не скажешь. Вадим подбирает тут броню, танкует на своей тундре по большому мосту. В это же время есть у нас и тыловой заход в исполнении вместе Барса. Но он решил здесь пострелять по смоке, по мелканяну. Пока есть у нас своеобразная такая окопная война. Но Алимджон уже рвется к цели, рвется вперед. И смотри, Пол занимает малый мост. Проезжает постоянно в атаку. Настреливает тут по игрокам. Но это все сделано для того, чтобы не давать нормально развиваться атаки соперника. Мы уже говорили много раз, это одна из основных тактик для игры за красную сторону. Отжимать именно вот эту часть карты. Появляется у Центуриона глава команды на карте Центурион. И Крул, которых раньше мы не так часто видели. Вадим на ДА Нитрия будет заходить с малого моста. Много игроков респится здесь от Армпрайд. Разбираются они с этой атакой. Отличная рельса от Алимджон. Убивает сразу двоих. Сейнт Хофф пока дефит. Он не рискует выезжать вперед. Но понимает, что нужно блокировать уже корпусом флагоносца. Потому что Алимджон-то на выхватывать может достаточно рельс. И первая рельса уже пошла. Остается он, по-моему, на две или на три. Есть Мелконян. Отрабатывают они на пару с Хеллрайдером. И все хорошо. Мелконян, Смоки, которая будет, скорее всего, играть в дефи. Он сумел таки стабилизироваться, не перевернулся. И присутствие Смоки в дефе мне тоже понятно. Только можно было, пожалуй, оставить ему Продиджи. Очень странно, что пока Армпрайд не атакует по малому мосту. Будет подхватывать вместе Барса флаг. С Алимджоном они пытаются уйти. Но деф визаут Паник на месте. Сейчас он демонстрирует пока очень неплохую стрельбу. Правда, в предыдущих играх он не так блистал. Но посмотрим. Финальная статистика покажет все. Из раза в раз Центурион отжимает большой мост для того, чтобы простреливать деф соперника. И такая равнонапряженная игра на флангах. С одной стороны, Армпрайд пытается прессинговать через малый мост. А с другой стороны, отжимает большой противоположный мост Центуриона. Тут, пожалуй, знаешь, до первой ошибки. Кто же все-таки, допустим, оплошность? Ну, я пока не вижу большого прессинга от Армпрайд по-малому. Пытается заезжать постоянно в ВАСП, конечно, в тылы. Но в целом, вот эти вот Хантеры, как по мне, так не работают. То есть Аньхов едет по центру, раздает рельсы налево и направо. И пока такое ощущение, что боятся оступиться как одни, так и другие. Месси Барса занимает вот этот вот кармашек из-под моста. И смотри-ка. Задача для Армпрайд сейчас очевидная. Они не хотят пропускать. Это все правильно, потому что за синюю сторону очень легко увозить. Ну, как легко? Конечно, смотря с кем ты играешь. Центурион не такая команда. Вспомни Кэнстап, который навозили достаточное количество флагов за красных. И неизвестно, чем бы закончилось, если бы сейчас встретились ребята. Смотри, пытается увезти Сейнтхофф. Понимая о том, что слишком много респов, остается на одну, скидывает и не оставляет особо противнику очков возвратом. Фанмейкер и при поддержке пола отжимают малый мост. Пол уйдет в тылы. Наверняка, чтобы раздавать рельсы по респам, нет, не будет оставаться. Решил идти сразу в атаку. Он один и, ты знаешь... Отвлекает на себя очень много внимания. Нужен заход вторым темпом. Что мы, собственно, и видим. Сейнтхофф пытается зайти по центру тоже на атакующем своем Хантере. Но, правда, слишком мало ХП и быстро его сливают. Мелконяна здесь вовсю фокусирует со всех сторон, для того, чтобы он не давал возможности заходить. Преграда номер один. Тут все понятно, что Мелконян наверняка будет в топе у нас по полученному урону. Это логично. Он очень сильно мешает атаке Центурион. Продолжается у нас прессинг, заходит Листоруб. Я уже привык видеть Листоруб постоянно на Смоке, на Харьке, а вот на Хантере не так часто он радует. Знаешь, я вот привык видеть Месси Барса под мостом Армпрайт, который... Вроде там должен быть дефер последний, да? А там занимается место Месси Барса. И такой, за ту ли команду он играет сегодня, хотелось бы сказать. Но все он делает правильно, и наверняка это установка от Центуриона. Решили они контрить тактику игроков Армпрайт. Вот эти вот заходы по Малому мосту, заходы по центру на Хантерах. И может быть это и есть та таблетка волшебная, которая спасет сейчас Центурион от мощных атак. Ну, пока спасает, по крайней мере. Что же, Крул, Алимджон и Вадим против Силькоффа. Милконян был повержен, Листороп заходит один, остается на одну рельсу буквально Хэлл Райдер. Сейчас будет умирать, да, отличная рельса. И Пол вовремя респится, очень сильно помогает своей команде. Но есть подключение Алимджона. Посмотри, он сейчас будет на Нитре брать флаг. Отличный переворот отыгрывает с Милконяном на пару. Милконян выживает, все у него в порядке. Пытается отстрелить Алимджон и разберется, конечно, с легкостью. Все-таки резиста у Продиджи нет. И Милконян с двумя легко просто игроками Центуриона разбирается. Милконян не едет вперед, он дефит в очередной раз базу. И, наверное, это единственная дефовая смока, которую мы видим вообще в нашей Стар-серии. То есть постоянно. Вспомни Кунгур. Да, он там дефил. Он и постоянно участвует в возвратах. Вообще, отлично играет на смоке. Ой, опасно очень. Смотри, Алимджон, да, Нитра. Месси Барса, Центурион подключается листоруб из центра. Респятся игроки. Полу нужно срочно оттеснять. Не успел он чуть-чуть совсем. Но будет держать корпусом Алимджона. Сейнт Хофф уже здесь. И намечается вечеринка. Стреляют. Просто отовсюду летит урон по Алимджону. Все-таки смогли. Налегли кучей. Стой рельсой Центурион убивает сразу троих. И отправляет на рез просто троих армпрайдовцев. Центурион пытается уйти. Крул вместе помогает. Рельса от деф визуал паник прилетает Арсен. Здесь не справится, потому что уже разрядился. И, судя по всему, рискует сейчас Центурион выйти вперед. Алимджон уже по своим респам. Едет листоруб на Нитре и будет помогать. Но не уходит он в тыл. Это может быть очень опасно. Только сейчас он все-таки делает этот маневр. Совершенно правильный. По большому мосту из центра. Отовсюду едут игроки Армпрайд. Перестреливают их. И это доставка. Есть флаг. Центурион выходит вперед. Отличное начало. Ну, точнее, уже, можно сказать, конец. Три минуты остается играть. И Армпрайду надо рисковать. Надо идти вперед. Они понимают прекрасно, что трибьют выигрывает тот, кто не проигрывает за красную сторону. И получится это сделать или нет. Но один флаг это пока не очень убедительно. Да, согласен. Я с тобой полностью согласен. С трудом центурион его вывезли. И там отличные рельсы. Если бы Армпрайд так кучно не стояли. Как же, конечно, под одну рельсу втроем подставиться. Такое тоже иногда у нас случается. Ладно, что? Я предлагаю зайти к центуриону в конференцию. Давай на две минутки зайдем. Неплохое решение. Есть у нас замес большой. Точнее, большая атака от центуриона по большому мосту. Большая по большому. Но они идут вперед. Вот понимает Вадим, что лучше сейчас основные силы оставить в дефе и Алимджон. Алимджон едет вперед на Нитре. Включаемся к центуриону. Дослушаем эти две минуты у них. Центр, отстрел быстро, на ДД будет. Сверху, я на центре. На центр давайте. Блин, центрально-массную хантер, давай. Листы. Малый. Малый я деревянный. Смокая рельса. Смир, смир, хантер. Полтоли минуты, ребята, давай, это нормально. Захожу в там. Да, смоки, она на одну. Все, все, я контролирую. Вадим, дай вам все. Продихо битый, противо битый на большом круг. Молодец. Продихо битый на большом круг. Вазбитый. 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 Ребята, смокариня. Повару разограли. Смокариня. Вводика плак. Нет. Все, днем нормально. Вас буду. Кто где? ДДшнице, ДДД центр заберите. ДД центр заберите, ребят. Саня, поменяйте передачу, получится, нет? Продихо битый я большой. Минута осталась, если я нервитый. Давай, передачка. Давай. Поводы беру на центр, давай. Ну, давай, всех разобрали. Так, вас посолю. Я через своему целое, ребят. Смокариня. Смокариня на одну. Лежу корпусом, да, 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 хорошо. Ставим, да? Давай, ребята, отлично. Все, теперь дадуту подэфим. Все, все, все. Да, все, там, что-то. Вот такая вот ситуация в Центурионе. Чего там дэфить, действительно? 2-0, 40 секунд на трибьюте за синюю сторону. Оправдывают пока свои ожидания в Центурионе? Смотри-ка. Не боятся они Армпроекта. Оправдывают ли они твои ожидания? Ну, хорошая игра. Я все-таки прежде всего за хороший, красивый киберспорт. А после уже за болельщик какой-то команды. Отлично. Вышел из положения, Игорь. Я всегда болею за красивый киберспорт. Как иначе-то. 2-0 остается играть 7 секунд. И можно констатировать факт, что это победа в раунде. И таким образом Центурион выходит у нас со счетом 1-0 вперед. Он не в войне. Еще целых три раунда и трибьют у нас умеет оформлять камбэки. Посмотрим статистику. По статистике Центурион у нас два игрока на первом месте. Месси Барса и Вадим. Месси Барса, посмотри. Вот этот Васпи, который занимал ту самую позицию, где должен был вроде как стоять деппер Армпрайт, он и смог настрелять больше всех при неплохом проценте. Ну, 81, так, конечно, процент попадания. Рядом с ним Вадим на Хантере на своем тоже стрелял достаточно много. 4600 очков, 82% попаданий. И тройка от Армпрайт сразу же за ними. В целом процент неплохой. 69, правда, у Алимджона. Ну, Алимджон чаще всего просто танковал. Брал ДА, брал Нитро и вперед на вражеский флаг. Ладно, здесь все понятно, что по полученному урону у нас. Впереди тройка из Армпрайт, пол, Милконян и Центхоф. Милконян логично в дефе, потому что это был главный человек, который мешал таки Центурионам заходить на флаг, за что и заслуженно получал рельсы. Ну и два Хантера в продаже, которые выхватывали и ездили по малому. Или старались, хотя, ты знаешь, особого рвения от Армпрайт ходить по малому мосту на Хантерах мы не видели. А стоило бы, действительно стоило, потому что отжимать это направление очень важно, если ты играешь за красную команду. Так, по увезенным флагам впереди у нас 4 человека сразу из Центуриона. Это логично, только они смогли привезти флаги. Отметили здесь Алимджон, Листару, 57 и 39 очков, соответственно, и помогали, всегда были рядом им Центурион и Месси Барса. Соответственно, у Армпрайт 0 по этому показателю. На возвратах у нас четверка из Армпрайт. Возвращали они, действительно. Но, судя по тому, какие очки мы видим в графе, это были возвраты, ну так, просто. Возвращать-то особо было нечего. Армпрайт, как ни старались, но, ты знаешь, такое ощущение, что очень скомканная игра была какая-то в начале. Они не заходили по-малому. Туда приезжал Васп, он умирал там справедливо, да? Иногда выдвигался и Сейнхоф, либо Пол, но ничем это не заканчивало. Нужно было большими силами, как по мне, атаковать. Но и молодцы Центурионы. Они занимали пространство под мостом, выкуривали оттуда основного дефера. И после этого уже заходили по-малому. Это очень важно. Действительно, хорошая точка. Оттуда, ну, простреливается все направление малого моста. Ну, и считай, они прикрывали чужие респы своими рельсами, сбивали им постоянно. И в таком определенном нервозе держали противника. Я вот думаю, что Армпрайду стоило немножко по-другому сыграть с Мокой. То есть Милканян здорово. В Дефе он отлично отрабатывает, все правильно, там и по продидже стреляет. Но выдвигаться надо было вперед. Наша излюбленная тактика Ололо по малому мосту в 3-4 корпуса, на мой взгляд, бы срабатывала. Да, да, да. Но, правда, единственное, нужно было пресекать баталловые заходы, которые были. И очень часто именно так в лаге и уходили. А это было сделать сложно, потому что основную точку держал Месси Барса. Да, точку контроля. Вот так вот мы и разобрали все ошибки Армпрайда. Кто виноват и что делать? Да, надо, конечно, посерьезнее относиться. Но второй раунд сразу сетапы Пола Сейнтхофф по-прежнему на Pro DJ. Они по-прежнему в своих хантерах. Попробуют они что-то продемонстрировать. Два васпа у них. У Центуриона сетап из двух. Один Викинг, я вижу, и один Хантер в Саванне. Викинг однозначно будет стоять в дефе для того, чтобы своей массой выкуривать игроков от флага. Алим Джон тем временем заходит на пару с Листорубом. Неужели его никто не видел? Нет, видели, видели. Просто респились игроки сейчас у Армпрайд. Милканен будет добивать тут Алим Джона 100%. Да, так и есть. И пока Сейнтхофф, кстати, тоже пытается атаковать. Но он остается всего на пару рельсов. Как легко он двигает этого Викинга с флага. Спокойно даже. Болл чуть-чуть совсем не успел для того, чтобы выдать Центуриону рельсу и пробовать увезти. А Центурион-то остался на двух. Ой, Крулл перевернул потрясающее рельсо из Большого моста. И это шанс для Армпрайд. Пойти вперед нужно прямо сейчас. Но много игроков респится. Месси Барса сейчас под Милканьяном. И Милканьяну нужно бы его, конечно, добить. Для того, чтобы Месси-то не раздавал свои злополучные рельсы. Налево и направо Крулл тем временем заходит по Большому мосту. Пытается забрать ДД. Но отрабатывает здесь пол. И оказался он в нужный момент в нужном месте. Сейнхоф забрал уже флаг и не пойдет на передачу, пойдет на Малый мост. Будет блокировать отлично корпусом. Чуть было не оформил. Очень хороший увоз Арсен. За счет своей массы пытался он загородить Центуриона, но не вышло. Пожалуй, правильно именно в этой ситуации было ехать на передачу. Потому что не проконтроль... О, что ты делаешь? Ну, Листарупа его спас сейчас. Спас, спас, да. Падение от позор. Своеборозного. Но пытался он обрулить некоторые трупы. Не вышло. Не все вышло так, как ему хотелось. Очень странно мне видеть действия Армпрайда. Сейчас вот пол, например, не ждал. Никакого дропа, ничего не ждал. Один взял и пошел. А вот если бы чуть-чуть здесь посидел, то вот эту ДАшечку мог бы и взять. Сейчас же ее берет Вадим. И таким образом оставляют атаку Армпрайда. Смотри, как хорошо Центурионы прессуют Малый мост. Заходят у них как раз такие танкующие корпуса. Да, в том числе Алимджон по-малому забирает дроп и отвлекает на себя внимание. А нужно было бы сейчас пытаться увозить. Вот что делает фанмейкер там, да? Один на Васпе в атаке. Ну, ничего он не может поделать с обороной. И особенно с Викингом с этим. В это время все в порядке на базе у Армпрайда. Арсен будет подхватывать броню. И срочно что-то нужно решать Армпрайдовцам. Потому что счет всего 1-0. Но явно преимущество не на их стороне. Да, и, собственно, выйти вперед-то у них не получается. Отжимает Центурион. Действительно, гораздо лучше играют они за красную сторону. Постоянно есть присутствие на Малом мосту. Все время вот треспится Хантер, и они уже биты. Сейчас, конечно, Пол нашел таки ДАшку. Сэндхоф подключается. Но не целые они. Но тут есть и Вадимы. Добьют наверняка сейчас Сэндхофа. У Пола хорошая возможность. Потому что Центурион разряжался совершенно не туда. И надо уходить, потолкаться здесь корпусами и пытаться уйти. Проманчивается Пол. Но ты знаешь, как уйти, когда тебя втроем тут блокируют. И особенно тут есть этот танкующий Центурион, Викинг, который защищает свою базу. Возвращает. Не получилось атака. Нелегко сейчас Армпрайду. Очень нелегко. Как бы они ни старались. Сколько уже? 4 минуты позади. И наверняка не все так, как им бы хотелось. И Армпрайду не надо действовать так, как они хотят. Не надо идти без дропа. Достаточно дождаться его и сделать одну, но очень качественную, хорошую атаку. Нежели идти вот так вот сливаться просто. В режиме, как ты любишь говорить, Леммингов. Идут и умирают. Вот. Ну что приехал Пол? Что он сделал? Он просто отправил себя на резку. Но если они передают информацию о раненом Викинге, это очень хорошо. Ну, наверняка ее передают. Вот. Сейчас неплохо. Сэндхоф на большом мосту забирает ДА, ДД. Надо стрелять, конечно же, по ДФу. Едет. Не поедет. Он по центру. Крул тем временем не отвлек на себя Арсена полностью. Арсен не попадает. Милконян будет разбираться с Крулом. Правда, не видит, где он сейчас находится. И мы видим, что пока разбираются Центурионы спокойно со своими оппонентами. Ничего не получается у Армпрайд. Как бы не хотелось. Викинга, викинга, Центуриона, бодается они там друг друга. Отлично отрабатывает на пару с Милконяном. Пол будет подхватывать. Но здесь уже есть и Крул. А когда Крул у нас вообще играл на Смоке? Ты помнишь? Нет? Никогда, по-моему, он не играл на Смоке. Кто? Дима, Дима, по-моему, выступал на Смоке у Центуриона, да? Ничего я не путаю. Или это так, Сэпай? Дима, Дима, по-моему, у Мперцев. Да. Ладно. Друзья, подскажите. Листоруб выступал, конечно же, на Смоке всегда. Очень странно, что так все выходит. Ладно, тоже неплохое приобретение. Неплохое открытие, может быть, да? Решил отдохнуть Листоруб. И так же, как и Дима, у Мперцев, к слову. Все отдыхают. Все Смоководы у нас отдыхают, да? Отбились от очередной атаки Армпрайда Центурион. И сейчас выходят на Малый мост, где Сэнт Хофф уже стоит, готовый получать дамаг. Брать его на себя, таким образом лишаясь в очередной раз свою команду мощной атаки. Нету и дропа не везет. Сразу контратака мощная в исполнении Центуриона. Листоруб Алимджон не поехал вперед. Вот остался он на базе, а могло получиться очень опасно. И не поехал он для того, чтобы пройти по центру, подобрать ДД и попробовать увести именно таким образом. Подхватывать пытается и Сэнт Хофф. Но Центурион в очередной борьбе и противостоянии все-таки разбирается. Листоруб. Попробовать вернуть. Он убивает Месси Барса, продолжает уходить. Есть Арсен. И отличная попытка увоза. Уже вниз спрыгивает Месси Барса. Алимджону нужно следовать по его пути. Но Сэнт Хофф здесь тут как тут разбирается. Крул каким хитрым образом пытается. Да, взял-таки он флаг. Молодец. Отличную лазейку нашел. Я думаю, что сейчас Сэнт Хофф слегка в недоумении. Выдает сквозную рельсу Сэнт Хофф. Я думаю, он не в недоумении. Он все прекрасно видел. Но спрыгнуть можно было. Но успел Леон. Ой, ну тут пол просто своим кортусом. Да. Раздавил. Раздавил Крулла. И это будет однозначно возврат. Что ж. Ну вот пока что так. События развиваются. Сэнт Хофф, смотри, контратака. Его пока никто не видит. Никого нет на базе. Белконян подхватывает. Не выдается. А всех разбирают. Отлично. Уходит на передачу. Сэнт Хофф броню. Броню подобрать нужно. Он это и делает. Выжидает. Даже рискует. Но есть отличная возможность увезти на броне. И всем нужно ехать. Дефу Армпрайт. Срочно. Есть. И сбивает смоки. Сейчас как много рельс нужно по Сэнт Хоффу. Прилетает одна. Терминатор активирован. Он как бы намекает Сэнт Хофф. Но тут есть уже и Центурион на чужой базе. Отрабатывает по нему Мелконян. Центурион остается всего на одну рельсу. Добьет наверняка. Да, так и есть. Но тут еще и Месси Барса на броне. Сэнт Хофф выдает ножную рельсу. Прижать флагоносу. Есть первый флаг в исполнении Армпрайт. И должны мы отметить, что тоже не так просто он им дался. Даже сложнее, чем Центурион. Листа Руб заходит из тылов. Никто его не видит. Нет, не убивает Хеллрайдера. Мелконян едет. Проверяет. Да, все-таки на Малый Мост отправился Листа Руб. Одна рельса пошла. Убивают Листа Руба. И сразу контратака в исполнении Армпрайда. Пол пытается зайти. Фанмейкер. Отлично. Надо брать. Да, и уходить сложно. Фанмейкер прикрывает его Сэнт Хофф. Будет раздавать свои ДДшные рельсы. Вадима тоже убивают их. Фанмейкер уже у себя по тылам. Едет с флагом Центуриона. Алим Джон по-большому пытается что-то сделать. Хеллрайдер его вовсю блокирует. Вот передача совершенно верно полун. И живой, да еще и в Продиджи. Хантер 2-0. Вырывается Армпрайд вперед. Время остается очень мало. Собственно, зеркальная ситуация тоже в первом раунде. Всего одного флага хватило Центурионам для того, чтобы открыться полностью. Месси Барса пытается опять уйти на Малый. Но отрабатывают и Армпрайды со своим сетапом. Как бы намекают, что они все еще потеряны. Ты знаешь, мне кажется, если у тебя была установка сушить раунд, и ты пропускаешь этот один флаг, то тут логично идти ва-банк. Логично идти вперед всеми силами, открываться. Ты знаешь, я не согласен с тем, что у них была остановка сушить раунд. То есть Центурионы играли отлично. Они атаковали по Малому мосту, заходили, но не получались у них увозы. Они здорово сбивали атаку Армпрайд, но Армпрайд все-таки пришли в себя. Что же, Фанмейкер тоже вместе с Полом, танкующим уже на броне ИДД, пытается уйти, как и их оппоненты. Алим Джонс с листорубом. Хороший. Кто-то исполняет неплохой сальто, к слову, но, правда, его здесь тоже сливает. Отличную нужную рельсу выдавал Фанмейкер сейчас по вражеским флагоносцам и позволил-таки он задержать немного атаку. Сейчас очень напряженная ситуация, потому что Арсен... А, ну вот, Арсен наконец-то Сейнхофу сбросил. Заходил там Центурион просто с другого фланга. И такая напряженная, как по мне, потому что остается до всего 30 секунд, а выигрывать надо и увозить Центуриону два флага. Ну, достаточно было, конечно, в ничью. Выиграет тот, кто сыграет за красных в ничью в атрибюте. Да уж. А кто знает, будет ли вообще у нас ничья или ничья в целом в раунде, то есть в матче? Вот. Это вполне возможно. То есть сейчас пока что после двух раундов можно сказать, что зрители-то у нас верно ванговали. 50 на 50 соотношение. Когда такое бывало, что бедить ничью угадывали, да? Кстати, можно пора поставить. Можно пора нам с тобой вводить пункт ничья в голосовании. Это хорошая идея. О, вот это да. Хеллрайдер настрелял 6000 урона и 88% попаданий у него. Вместе с Сейнтхофом, который настрелял на 4800 и 90% попаданий. Отличные показатели у Армпрайд. Возвращаются они в топ по нанесенному урону с хорошими цифрами. И далее идет четверка из Центуриона, которая тоже настреляла неплохо. Правда, с процентом попаданий, конечно, туговато. Но есть чем и согрешить у Армпрайд. Пожалуй, плохо по процентам только у кого, я смотрю здесь. Крул и фанмейкер? Да, Крул и фанмейкер. А, и пол. Крул и пол. Крул, пол, точно. 65-66, но это не тот процент, который должны демонстрировать команды такого уровня. По полученному урону Месси Барса снова у нас в самых верхних рядах. И на первом месте сейчас 4000 с половиной фактически урона он получил. 16 раз был слит и один раз перевернут. Второе, третье место за игроками Армпрайд. Вообще, надо отметить, что перевороты были, но не так уж и много. На две команды, там, пять максимум. И увезенные флаги. Что у нас по увезению? Увезенные флаги здесь в топе Армпрайд. Пол и Сейнхофф. Опять они меряются очками. Кто больше увезет? У Пола 51, у Сейнхоффа 39. Постоянное соперничество внутри этого коллектива доставляет немало удовольствия как зрителям, так и им самим. Видели мы, как Сейнхофф умеет дразнить Пола перед флагом. Ну и возвраты на этот раз с Армпрайд возвращали. То есть, все-таки Центурион поубедительнее выглядел за эту сторону. Удавалось ему возить, хотя Армпрайд в прошлом раунде не блистал по этому показателю. Первое, два места за Армпрайд. И третье, Центурион, Центурион. Центурион, Центурион. Да, вот знаешь, там иногда в межклановом чемпионате даже некоторые игроки брали некие команды. Да. И это было проблемой. Потому что особенно, когда они выступали против этих команд. Например, игрок Ол-Ин играет против команды Ол-Ин. И ты знаешь, такое, как будто напрашивается. Ну возьмите меня в команду, ребят. Если бы сейчас у нас игрок Центурион перешел в команду Армпрайд, было бы вообще забавно. Непонятно, ничего бы было. Ладно, что ты можешь сказать по раундам? Держались первые пять минут неплохо Центурионы, как в первом раунде Армпрайд. И вот кто первый сможет сломить сопротивление команды в самом начале за другую базу, тот и победит. Вот, совершенно верно замечательно. Не столько навозит больше, потому что самое главное увезти первым. Да. Потому что соперник потом на трибьюте просто вынужден рисковать и открываться. Очень сложно на трибьюте собираться. Потому что карта очень маленькая, постоянно стреляет, постоянно сбивает рельсы. Это тебя нервирует, и ты можешь пребывать не в лучшем расположении духа. Где-то на Хунгуре можно, конечно, отсидеться, прийти в себя, но трибьют как пометка. Покататься в конце концов. Да, давай посмотрим сетапы. Вадим, Алимджон берут опять тот же самый вместе с Листарубом. Это три Хантера. А у Армпрайд мы видим два танкующих Хантера и обоюдное подхватывание флага. Алимджон, фанмейкер, здесь вместе с Холдрайдером пытаются Алимджону как-то дорогу перекрыть. Но все-таки не уходит далеко Алимджон. Со своим флагом Центурионы тоже разобрались. Неплохой заход был, конечно, Армпрайд. Но расстреляли таки всех. Возврат красного флага на свою законную позицию. Сейнхофф находит броню на большом мосту. И тут начинается просто расстрел Сейнхоффа. Тот встает для того, чтобы стабилизировать свой корпус и убивает сразу двоих. Хорошо стабилизировался. Вместе заходят тылы. И Сейнхофф не уверен, что предупредил свою команду. Об этом нет, все-таки предупредил. Арсен едет туда, Пол будет прекращать его там существование. И что мы видим? А Сейнхофф продолжает ехать вперед, продолжает танковать, отвлекать на себя внимание. И потому что Вадим поехал уже вперед, не хотят они терять эту драгоценную инициативу, которую смогли завоевать в прошлый раз за синих Центуриона. Алимджон разобрался с одним дефером, но Хеллрайдер пресекает его попытки продвигаться дальше к флагу. И вот сейчас интересна получается ситуация. Центурион вынужден выдвигать одного из своих хантеров на большой мост. Для того, чтобы танковать там и стрелять по респам. Но при этом синий флаг, вот сейчас я его покажу, он фактически не защищен. Об этом, судя по всему, знает Сейнхофф и спешит уже по центру, не веря своему счастью, что здесь никого нету. Правда, респы заставляют его поверить в обратное. Действительно, очень часто, когда вы пытаетесь во все атаковать по флангам, вот эти центральные заходы могут быть с неожиданностью для противника. И просто по количеству не будет хватать игроков для того, чтобы закрывать эту дыру. Взял... Нет, тут разберутся, все нормально, а Центурион возвращает. Слабые такие попытки, но все-таки они есть. Периодически Армпрайд старается теребить нервы соперников. Так или иначе, касаются они флага. Для того, чтобы не расслабляли Центурионы. Продолжают смотреть Центурионы атаковать. Алим Джон вместе с Листарубом уже заходят по малому мосту, уже даже на флагштоке. И тут возят флаг просто вперед и назад. Но все-таки держатся Армпрайдовцы. Знаешь, повезло сейчас, что фанмейкер Листаруба убил с одной рельсы. Действительно повезло, потому что он был на ДДшке. И оставалось, так знаешь, шатки такой у него. Процент был даже 50 на 50, не знаю. Либо умереть с этой одной рельсы, либо выдержать и наделать шороху. Но повезло здесь. Повезло Армпрайду. Я думаю, рельсата бы прилетела все равно откуда. Армпрайд демонстрирует у нас хорошую стрельбу по фокусу постоянно. И даже наш режиссер как бы намекает. Я не понимаю, почему вы скидывали их со счетов. Да, да. Потому что ребята жесткие. Парни на самом деле жесткие. Особенно их жесткость или жестокость стала проявляться в конце. Уже ближе к финальной черте нашего чемпионата. Милконян опять-таки не идет вперед. Не понимаю, почему могло бы с головы получиться. Выхватывает он вот эта точка на малом мосту. Простреливается отлично. Со всех сторон просто. И выхватываешь ты просто как бог. Но надо что-то с этим делать. Куда-то уходить. Она просто выглядит там защищенной. Потому что на подъемчике, на вот этом ты стоишь. По-моему, она не выглядит защищенной вообще ни разу. Там из центра, из большого моста прилетает столько, что мама не горюй. Милконян постоянно на респе. Сейчас на нее посмотрим. И получается, если так человек стоит, он думает, что с малого по нему никто не постреляет. Но зато действительно центр, большой мост. Вот смотри, Милконян вот сейчас. И опять он ушел на респе. Хорошая атака. Перехват Вадим вместе с Листарубом и Круллом будут ехать по малому без каких-либо передач. Месси Барса помогает. Только что отреспились все игроки от Армпрайд. И проблемы вновь у ребят, потому что тает их преимущество. По центру, по центру. Хороший перехват. И Крулл понимает, что не все так хорошо. Ждет он своих респов. Но очень мощно заходит Армпрайд. И с малого поста. Арсен, зачем же ты поехал в тылы? Да, ошибка действительно. Какой возврат! Пола прилетает. И есть возврат у нас действительно. Фанмейкер будет заходить с Большого. Нужно срочно подбирать ДД. Потому что пятеро игроков у Центуриона на респе. Фанмейкер! Летит, мчится. Он понимает, насколько важно оказаться. ДД сливает сразу же Продиджи. Есть подключение с малого моста. Сейчас у Центуриона нужно просто отдефиться. Но это так сложно сделать. Столько соперников к ним заходят. Вдвоем сразу. И по большому мосту. Очень много времени. Невероятное просто количество потерял Фанмейкер. Он мог спокойно там сделать все. Листаруб отлично отрабатывает. Но отлично отрабатывает и Арсен. Выдержит еще Сейнхоф одну рельсу как минимум. Уходит на центр. Промахивается по Сейнхофу. Он уже на своих респах. Нужно подхватывать. И Пол подхватывает. Здесь надо срочно что-то делать Центуриону. Потому что они рискуют пропустить этот флаг. И если это действительно состоится, то тогда большие проблемы. Арсен в опасности сейчас. Потому что... Но Хеллрайдер спасает его. Нужно подхватывать. И опять по трупам не уйдет просто так Хеллрайдер. Сейнхоф. Первый окажется Центурион. Есть возврат в исполнении Центуриона. Обоюдно острый возврат. Мы видели, что одни с флагштока вернули. Что другие не сдаются. Играют до последнего. Действительно так и надо поступать. Так как и должно быть у нас в Тарзелии в самый разгар интриги. Сколько раз мы с тобой видели, становились свидетелями того, как даже вот флаг уже, казалось бы, должен быть возвращен. И команда хозяина этого флага понимает. Вроде все нормально. И никто не возвращает. А соперник берет и цепляется на последних секундах. Да, частенько. Это фишка нубистов вообще. Очень любят эти ребята так делать. И ставить вообще этот прием на рельсы. Фанмейкер пытается зайти опять на броне в тылы к ребятам из Центуриона. Но сливают его раз за разом. Мелконян явно не использует эту позицию и свою смоку вообще по максимуму. Он постоянно страдает здесь. Притом сопернику доставить ему эти страдания не так-то уж и сложно. Но с другой стороны, если Центурион на секунду хотя бы перестает фукусить Симелконяна, а вот сейчас именно это и происходит, атаки не будет никакой. Потому что он расстреливает. И именно он наносит урон с малого моста по продидже, которых нужно сливать в первую очередь. Неплохую рельсу сейчас выдали по фанмейкеру. На нитре он залетал по центру в надежде, что вот сейчас уже... Срочная рельса по Крулу и Мелконян просто здесь стащит невероятно. Центурион, игрок Центурион, заезжает в тылы вместе с Месси Барса. И что-то нужно делать. Тем временем на нитре. Пол. И будет уходить на большой мост. И знаешь, никто не встречает его. Никто не провожает его. Одна рельса только прилетела. Вот вторая. Чуть было он не спрыгнул вниз. Но все-таки доезжает. И нужно ехать в тылы. Почему он едет таким образом? Это очень опасно. В прошлый раз это закончилось ничем. Я понимаю, конечно, что тиммейты сказали ему. Мы тебя встретим в центре, дружище. Но действительно, два раза на одни и те же грабли. Правда, сейчас этот уезд выглядит более перспективным. Что сделать вместе Барса? Нет, не сможет он противопоставить ничто. И 1-0. Армпрайд за красную сторону. За две минуты до конца выходит вперед. Это отличная заявка. Действительно, парни делают все, чтобы выиграть. Таким флагом зарабатывают они еще себе дополнительных очков в карму и к морали. Крулл, правда, будет подхватывать и уходить. Пол тоже уходит на малый. И что же? Нужны срочно рельса на малый по Крулу. Но переворот. Хорошо. Милконян здесь убивает. Милконяна. Пол тоже едет на малый. Срочно рельсу по Центуриону нужно Армпрайду выписывать, если они чего-то еще хотят. Очень сложно это сделать, потому что много на респе. Сейчас только Сейнт Хофф будет заходить. Но здесь Крулл и со своей смоки он ничего не доставит. Но Хеллрайдер. Какая обманка от Сейнт Хоффа. Что-то невероятное просто сейчас и будет блокировать. Но Хеллрайдер поступает. Как много игроков Армпрайд заходит сюда. Трупы мешают Алимджону и очень рискованно могут возвращать. Нет, доставка. Секунды. Просто секунды не хватило сейчас Армпрайдовцам для того, чтобы вернуть. Действительно, и фанмейкер в тылах. И пока он не оповещает о себе, ждет специально. Судя по всему, атака-то не получится острой. Хотя фанмейкер... Нет, замечают его. Слевает он здесь. Его тоже сливает. И что же, опять 1-1. Но 50 секунд, если сейчас продержится Армпрайд, это отличный задел. Не проиграть. Кстати, да, они же все-таки еще не проиграли. Действительно, это всего-ли-навсего ничья. А потом-то им играть за синюю. И за синюю это уже хорошо. Придется тужиться ребятам из Центуриона. Тужиться? Тужиться именно так. Чтобы что-то сделать. Окей, посмотрим, как они умеют это делать. Заходит Месси Барса в тылы. Будет подхватывать флаг. 20 секунд. Этого вполне достаточно, чтобы доехать до своего флага. Увести эту красную тряпочку. И да, смотри, есть. Крул передает флаг. Тут Сейнхофф мчится. Уже в тылы. Понимает он, что нужно просто блокировать. 9 секунд остается. Всем нет. Нет. Не смогут уже увести. Сейнхофф просто спасает сейчас свою команду. Он знает, что нужно делать. Он крул и затащил таким образом. Что же. Отличная игра. 1-1. А Армбрайт возвращается. Действительно. Вот, кстати, надо бы нам с тобой сходить для начала к Центуриону. В следующий раз. И, может быть, попросить. Что, ребята, играем на 20 миллионов? Спорим или нет? Статистика. Ладно, в конце, я думаю, мы еще пошутим на эту тему. Но пока вернемся сильно к статистике. Опять, а нет, смотри. Сейчас уже в топе Центурион. Листа Рупа вместе с игроком Центурионом. 83 и 90%. Нелепо звучит. Нелепо. Очень. 90% попаданий у Центуриона. И неплохо. Правда, видели мы и 6000 урона уже на трибюте. И давай посмотрим, где же у нас Мелконян. Мелконян на 11 месте. Настрелял он 2400 всего. Но побольше, чем его Визави, Крул. И процент попаданий у них стабильно высок. 90%. Нераз мы уже это отмечали, и это здорово. Вообще, знаешь, может быть, стоило даже нам отдельную статистику на смоке заводить. Потому что... Согласен с тобой. Ладно, давай дальше. Полученный урон. Мелконян справедливо. Вот почему он не наносил много. Просто выхватывал в первых рядах. Можно я, говорит мне, дамага. При этом Крул только на седьмом месте. Не так часто фокусировали. Итак, Мелконян и Пол на первом месте по полученному урону. Дальше идет Вадим. Ну, вообще, очень плотно Армпрайд выгребали в этом раунде. Но они и танковали больше. У них задача такая была. Центурион на первом месте по Увизионам. Все-таки Алим Джонс умел провести... Да нет, одинаковое количество. Смотри, абсолютно одинаковое количество. Поделили просто, смотри, действительно. Алим Джон и Сейнхофт. Два Хантера. Ну, дальше, конечно, есть у нас различия. Но он 36, 18,6. Статистика сговорилась сегодня. Суперкомпьютер как бы намекает, что очень равная игра и у него идет по счету. Далее по возвращенным флагам Центурион, Центурион. 31 очко в топе. Два флага он вернул, пять флагоносцев убил. И Милканьян тоже успел повозвращать, успел оказаться в нужном моменте, в нужном месте. И все хорошо. Армпрайдов пока все устраивает. Я уверен, что даже более чем все устраивает. Наверняка рады, ребята, таким результатом. Казалось бы, ничья, да? Ну, кого она может порадовать в раунде? Но! Это трибют. Это трибют, детка. И это значит, что сейчас своим мощным сетапом наверняка Армпрайд уже в хорошем расположении духа будут штурмовать базу Центуриона. И ох, как я не завидую сейчас этим парням. Действительно, на них весь гнев и могущество Армпрайда сейчас обрушится. Гнев и могущество. Звучит очень, ну так, знаешь, по-королевски как-то гнев, могущество. Ладно, ну что, Центурионы все равно молодцы. Пока они, конечно, еще рано о чем-то говорить. У нас впереди четвертый раунд. И именно он решит все, как у нас это обычно и бывает. Частенько бывает, да. Молодцы, конечно, Центурионы, но они не молодцы, что они пропустили первыми флаг. И там отличная игра Армпрайда. Но все-таки сравняли. Да, если бы они не сравняли, вот это было бы проблемой. Но пока шансы есть и отлично. Ладно, стартует у нас четвертый раунд. Джи, я тебе предлагаю сразу же начать его с посещения конференции. Пока что я скажу быстро, какие у нас этапы. Центурион снова берут свой Викинг. Есть у них также и Алимджон на Хантере. И Продиджа у Крула. Отказались они от большого количества Хантеров. А вот у Армпрайда сейчас не совсем понятно из-за того, что на респе. Но, естественно, пол. Да, пол и Сейнхофф. Два тяжелых корпуса, которые готовы. Тот же сетап, который они использовали в прошлый раз, который сработал. Зачем что-то менять? Поэтому все так, как есть. Но Центурион тоже использует свой Викинг. Ты правильно сказал. И идем мы в конфу к Центуриону. Он по мне проехал. Алим, зайца еще везет. И пипец, ребят. Давай, давай, мне тут резко. Он лагает. Он по мне такая. Они, вон... Там вас видишь еще, вас как-то берите. Все, отлично. Верните и рассыпали. На должке контр малый. Надо дыреть. Работает. Бей, 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 бей только его. Оставь не трюк. Оставь не трюк. Да, они все. Большой мост. Там не сложно. Не смокер, ага, ну, ребят, атакуем. Показал, можно. Кантра заходит. Ну, ладно. Ну, я надзорную. Убил. Ну, не шутить, пожалуйста. Так, кто убьет? У вас клапан. Ешь? Малый. Ешь, он с хантер. Смокер еще заходит. Ребят, мало я еще. Мокер еще. Оставь не трюк. Так, большой мост. Хантер бэ пустой. Хантер малый, хантер малый. Блин, я сейчас смокер сберю. Тадешка центра. Максу помощь. Максу помощь. Окей. Ну, это малый мост. Центр. ДДМ. И большой. Я нашли. Большой. Большой грехс, давайте. Да, слил. Одного большого. Блин, мне уже едно шпиговали. Уйди, 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 уйди. Дай смокер. Смокер. Смокер, да. Ребят, флагер. Разберил. Отлично. Отлично. Так, ладно, я пошел лучше в Д. Ребят, здесь смокер троллит. Ребят, здесь смокер троллит. Блин, разобрали. Листа. Берем, два хампера. Ребят, первый на одну. Зону, могу тут покоя смокер снял. Сзади рез. Ребят, висите, висите. Разры уходят. На одном. Где самой? Боже мой, жерной. Я сам рельс. Малый мост, у тебя. Блин, он сбил. Он на досмог. Ну, тут свалил. Бас. Баз, убил. Да, блин, я не успею. Тут не все возвращается. Кто провтыкал? Вас, кто провтыкал. Кто провтыкал или впротыкал вас? Действительно, неплохой вопрос для телезрителей, мне кажется. Ты думаешь, Центурион готова дать запролятый кристалл? Нет, не уверен. Но вопрос действительно очень интересный. Арсен пытается уйти, тем временем. И атакует Армпрайда и очень неплохо. Центурионы напрягаются. Отличный прострел от пола. Он уходит. Будет идти наверняка на передачу. Сливают здесь первые преследования. Поехал. Все-таки решился пол идти. Ой-ой-ой. Вот это, конечно, проблема. Да, выйти из этой ямы. Сейчас есть отличная возможность от Центуриона атаковать. Потому что увезти отсюда, ну, практически невозможно. Фанмейкер попадает по Сейнт-Хофу сам. И Арсен, конечно же, здесь уже не проедет. Ты не пройдешь, говорит ему Вадим. И смысла возвращать даже оттуда нет. Как по мне, нужно было бы идти в атаку. Очень здорово. Алим Джон сыграл на базе у соперника. Отжал ДАшку. И сейчас имеет неплохие шансы на то, чтобы уходить. Будет пытаться слить смоки. Да, отлично это делает. Есть подключение Вадима. И где-то там вдалеке замаячил уже Крул. Ты знаешь? Опасность. Крул, да, на смоке. Четверо уже игроков. Месси чуть было не убил своего флагоносца. Фанмейкер выжидает. Дает сквозную рельсу. Хорошо. И уходят. Ребята из Центуриона уже увозят флаг. И ты знаешь, эта интрига нарастает. Месси Барса в тылах. Отлично отрабатывает Хеллрайдер. Но он все-таки вернет. Джей, я знаю, конечно, что у нас проблемы с пониманием ребят из Армпрайда. Пошли, пошли. Исходим. Уделите им внимание. Послушайте, как-то у них там наверняка жарко в конференции. Штурмуют они как раз-таки сейчас красный флаг. Постоянно какие-то проблемы. Центурион с Сейнт Хопом. То есть, имея в виду, игрока Центуриона и Сейнт Хопом наезжают на него. Как-то это все нелепо немножко выглядит. Месси Барса умудрился таки прорваться на малый флаг. И Центурион сюда выходит. Решили. Красная команда решила все-таки атаковать. Атаковать и давить. Крул. Вот. Крул, между прочим, постоянно от своей смоки выдвигается. Все время выдвигается дальше за моему. Но есть и попытка тылового захода. Нужно срочно добить Крул. Это и происходит. Алим Джон просто затащил сейчас своей рельсой. Но так еще не закончено. Он перейдет, вперед идет. Месси Барса один здесь. Нужно срочно выдать по нему рельсу. Просто что-то... Ну, Сейнт Хоп 10, конечно, не успеет. Ладно, идем. Нужно срочно выдвигаться. Что-то я думаю. Режим. Сейнт Хоп 10, а срочно. Сейнт Хоп 10, а срочно. Сейнт Хоп 10. Сейнт Хоп 10, а срочно. Что-то да? Сейнт Хоп 10. Как он говорит, что-то. Субтитры делал DimaTorzok 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 Дмитрий 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 Д попадание растет все-таки у топ игроков которые настреливают больше всех 5 300 5000 5000 соответственно и слушай но это вот такие показатели мне нравятся хоть это и трибьют но все-таки из раза постоянно и арм прайд и центурион демонстрирует хорошую стрельбу правда не все а вадим вот смотри например очень плохо и считаешься два процента а им джон тоже кстати алим джон сегодня стабильно плохо стреляет стабильно плохо да нет но в целом то действие игроках вполне хорошие белка не на 5 90 процентов и показывает он вновь свой результат можно уже даже по моему об этом не говорите он стабильно хорош по полученному урону вадим на выхватывал больше всех мелканян арсен и пола замыкают четверку на получали каждый примерно 4000 но вадим 5 200 и это очень неплохой результат просто во все во все во все просто во все я успевал попадать ситуации некорожие это товарищ ну и выхватывать по случаю месси барса в топе по увезенным флагом от 39 очков один увезенный флаг доставленный в самом конце к слову который начал листа руб 21 очко все-таки наверное стоило бы ему еще больше накидать ну и листа руб здесь конечно герой действительно вообще там атака отлично сантурена была ладно обсудим мы это еще так это очки возврата вадим на первом месте тот человек который во все ситуации попадал собственно заслуженно он и получал иначе у него процент попадания был маленький но некогда судя по всему ему было стрелять на выхватывал вадим пащан да ладно общую статистику давайте посмотрим и вот они лорки то дашь и мечты хелл райдеру 18 800 тыс 18 тысяч 800 урона нанес 87 процентов отличный показатель 66 киллов еще сделал листа руб тоже недалеко 59 17 половиной тысячи 84 процента попаданий должны сказать что в целом играли неплохо то есть 75 тире 9 но почти 90 процентов и как не часто мы видим балуют нас команды общей такой статистикой хороший не помил коня ну 88 тоже на смог это отлично это дизайн это человек который самый меткий сегодня да и мало того это одна из лучших смог стар серии если бы он еще не только в дефе как-то играла старался чуть выдвигаться да надо что-то сделать вот именно со средней зоной потому что только дефовый вариант не всегда положительный по полученному урону результаты чуть хуже ну как хуже 17 тыс 18 на одного это тоже неплохо но тут заслуженно пол и мелканян где-то рядом с чем да вот сын хофф на четвертом месте пол справедливо продиджи который кстати пол не совсем не довольны его игрой в некоторых моментах вот эти простые заходы без сего и сливаться тупо под рельсами смысла в них большого не было мелканян стоял на страже своего флага завязать заслуженно получал все что получил и в один на третьем месте ну сын хофф танковал ну ты знаешь мы тут ругаем сейчас игроков арм прайд но с другой стороны смотри если не выдвигаться по малому ожидать постоянно дропа да то команда ты даешь простор для маневра команде про нет ну контролить почему контроль контролить можно до малый мост но будут заходить тогда с большого а так постоянно с большого рельса летят и отвлекаются на оборону просто уходить уходить потом на респ 12 секунд никак не участвовать в битве тоже согласитесь ли ну порой ладно давай кстати статистику суперкомпьютер нервничает до сейн хофф на возвращал ой то есть на увозил на 114 очков 12 флагов подхватил и 3 довез неплохой показатель каждый четвертый в его исполнении алим джон тоже поучаствовал но смотрите целых 17 раз он подхватывал только два из них доставил в топе все равно тут армпрайдовцы центурионы оказывали им по возвратам мелконян на отмечали мы уже деферские способности этого человека много раз он участвовал возвратах не только сегодня да и раньше отмечали собственно 71 очко справедливо 7 раз вернул флаг убил четырех флагоносцев здесь вот центуриона отключился центурион действительно как-то нелепо произносить эту фразу но все-таки ну что вот сегодня знаешь это зрители затащили да действительно во первых брау один процент он зарешал дар прайды вели и в конце вот такой камбэк это как бы стереотипно не звучало но все таки вот что такое стоимость вес одной секунды вот буквально чуть-чуть не хватило даже не 1 а там пара секунд то было все таки но доставка и фактически через секунду у нас уже была сирена ну то есть еще какой-то возможность месси барс покрутиться там одна рельса и не знаю все могло что угодно случится но вот так увезли браво центурион за такое рвение не к победе даже к тому чтобы не проиграть никто бы из нас не выиграл не центурион и немые когда предлагали нам 20 миллионов на свою победу останемся при своих поэтому все справедливо все так как должно быть что давай обратимся к результатам сегодняшнего дня давай были у нас сегодняшнего потом интересных боя и так в первом противостоянии эпики внезапно вернулись в игру осталось им играть то всего три или четыре битвы вот они все таки решили вернуться таким образом скорпы одержит терпят точнее второе поражение всего лишь второе в рамках нашего турнира со счетом 3-0 эпик гардс выходит вперед и набирает свои три очка и во втором матче который только-только закончился очень драматичный и очень интересный просто катастрофически огромным количеством интереснейших моментов заканчивается ничей один-один центурион арм прайд и не выяснили таки кто из них сильнее последние секунды решают все да и думаю о секундах свысока как раз о секундах высока и думаем же с тобой и центурион оформляет ничью получают они одно очко лишают фактически арм прайд каких-то надежд на выход топ-4 даже при удачно сложившихся звездах и ну как бы не все уже там зависело от них от самих от арм прайдов ну и что же с удовольствием я хочу посмотреть на нашу турнирную таблицу отлично где-то просто самое нужное и так эпики сначала эпики скорпион остается на втором месте несмотря даже на то что у них есть поражение сегодня эпики набирают три очка и при одинаковом количестве игр с констапом они отстают такие от своих ближайших соперников арм прайд и центурион ничего не поменялось турнирной таблицы получили по одному очку и арм прайд остается впереди а ведь как бы здорово было сегодня но кстати я еще с нубистом и знаешь знаешь вот сегодняшнее поражение от скорпов в любом случае лишила арм прайд возможности попадания в топ-4 ну посмотрим подожди посмотри надо посмотреть обязательно смотри у эпиков сейчас 27 очков да еще сыграть две игры да и а у констапа там но по-моему не такие но мы уже вчера посмотрели все расклады с денисом сформировали талии примерно сергеем да уже и должны мы сказать что у констапов 6 очков должно быть вроде очень сложно нужно очень сложно придется эпиком если они хотят зайти таки все-таки в четверку им надо во-первых выиграть еще а кого им надо выиграть смотри им надо выиграть две и слушая у них будет мать с аидом это точно и еще с кем-то но вот эта победа от скорпов них было ну самое самое важное другое дело что констапом там сложно проиграть потому что соперник которые ждут они на данный момент явно слабее игра согласен полностью и давай посмотрим ситуацию по эпиком давай какая у них там сейчас 27 очков и я думаю это очень интересно матчи у них еще впереди с арм прайд а вот она в чем дело с арм прайдами и с аидом уже вот тоже есть определенная интрига смотри если они выигрывают эти матчи у них получается 33 очка 33 очка да а констап при этом если выиграть хотя бы одну игру из кто у них там должен быть посмотри а у констапа насколько я помню там танк с импая и psicos pro да да и если констап выиграть хотя бы одну игру то по результатам личных встреч они все равно остаются на четвертом месте поэтому эпиком нет прости хаос и psicos pro хаос и psicos pro ну то есть хаос может и тоже ты знаешь эпиком надо сейчас срочно идти хаосом срочно идти к psicos pro и говорит ребята еще все готовы вам отдать вообще все кристаллы все что вы заработали но в действительно шансов у эпиков очень мало то есть пока четверка это все-таки аллены и скорпионы нубисты и констап ну вот четвертое место скажем так ну на 80 процентов уже понятно да и такое очень неожиданное для нас всех потому что все ждали там эпиков а такой вот возврат от констапов и дебютанты сразу нас врываются в топ-4 где уже будут пробовать доказывать что они не просто так и что достойно они побороться за денежные призы а есть с кем побороться и скорпионы побеждены до побеждены а кто-то олыны олыны нет алленом они проиграли тоже проиграли им но как они проиграли ну без там 2-0 на трибьюте все и что эпиков они победили 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 но и там еще не ясно 4 ладно друзья отлично сегодняшний вечер мы с вами вместе за ним наблюдали было здорово поистине жарко ну как и всегда я не знаю у нас по моему очень мало таких да где не было бы каких-то сюрпризов каких-то камбэков и сегодня у нас вернулись эпики к нашему общему денис малькованию наконец-то ну и в целом каждый день у нас есть какие-то сюрпризы для вас поэтому приходите всегда подписывайтесь обязательно на наш youtube это важно на наши основные паблики это еще важнее бородай с лтв днс лтв и участвуйте в розыгрыше огромного количества кристаллов ну а также не будем вам должны напомнить о том чтобы вы создавали свою команду если у вас ее еще нет на нашем сайте танки . star ladder tv и принимайте участие выигрывать как же главная фраза 15 тысяч долларов миллионы кристаллов а также уникальные краски ребята да друзья у нас сегодня 8 вечера стартовала амсерия кстати точно там уже вовсю идет заруба там какое-то бешеное количество команд очень я не знаю как это все будут судить потому что 500 команд друзья это бомба и такого не было никогда по моему да ладно друзья очень было все здорово интересно и на протяжении всего сегодняшнего вечера да и дня собственно с вами в студии танков онлайн star ladder tv были ваши комментаторы мой коллега игорь джи форби мой коллега денис денис приходите к нам завтра наверняка будет интересно так что увидимся пока счастлива